Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нищае детство, отсутствие нормальной одежды, отсутствие воспитания, навыков ухода за собой. Гадкая утенок, гадовцы я, не принцесса как в нормальной семье, ха, плохая девочка. В 30 лет я покупаю себе детские книжки, чтобы заботиться о внутреннем ребенке, но не понимаю многих вещей. Поймите меня правильно. Нормально ли ходить в определенной одежде, если ее никто не видит? Я смысла не вижу покупать новые вещи, а деньги жалко, и так, трачу на всякие вещи, не понимаю, это мой внутренний ребенок просит, или это я выкидываю деньги на ветер. Как вообще одеваться, если хочется носить платья, кружева и романтичные юбки, но не нравится внимание алкаша и мужчин после одного сценарного поведения, вселившего страх, но приходится носить брюки. Что носить? Такой вот вопрос. Ну, во-первых, здесь у вас чувствуется, конечно, довольно сильное обесценивание себя и, возможно, обида некоторая на то, что у вас в детстве было. То есть вот, ну, есть ощущение, да, такое, что у вас это вот тягачит. Далее, ситуация осложняет факт того, что вы знаете. Вы знаете о такой истории, как внутренний ребенок. Вы об этом знаете, и вы этим пользуетесь. Но, на мой взгляд, конечно, вы это делаете, ну, я бы, по крайней мере, сказал так, что вы это делаете весна и весна опасно для себя. Да. Вот так я бы, я бы выразился. Вот. Вот. А почему опасно? Вот. Такой момент. Вот. Вот такой момент. качество информации. Ну вот, например, для чего вам знать про внутреннего ребенка своего? И для чего бы вам пытаться понять, он ли это или не он, а ну, просит покупать детские книжки, например. Вот. Штука в том, штука в том, что вам внутренний внутренний ребенок это не не только книжка и не только ну, а что-то конкретное. внутренний ребенок это вся сфера ваших чувств, эмоций, потребностей, желаний и так далее. поэтому говорить о том, что вы вот, ну, что-то, что-то делаете, да, для своего ребенка и помогаете ему, на данный момент, ну, на данный момент я, пожалуй, не могу, потому что, есть ощущение, что вы, ээээ, как бы, конфликтуете со своим внутренним ребенком вы конфликтуете, есть такое, такое у меня ощущение. и, соответственно, на, на мой взгляд, имеет достаточно, ээээ, достаточно много оснований здесь для того, чтобы вам разобраться в себе. Вот. Вы пишите, эээ, что многих вещей не понимаете. и, в принципе, это касается не только вас, то есть, многие люди не понимают многих вещей. Вот. Это, не страшно, что вы не понимаете многих вещей. Это не проблема, что вы не понимаете многих вещей. Мне кажется, эээ, что как раз таки, эээ, желание, эээ, разобраться в себе, например, эээ, 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 куда более важнее. То есть, если вы хотите в себе разобраться, то вот как раз, эээ, это уже, эээ, 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 огромный плюс, и, в общем-то, запрос на, эээ, психотерапию. Эээ, 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 касается, произошедшего с вами, то, эээ, 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 на мой взгляд, эээ, эээ, ну, я думаю, что, совершенно очевидно, во-первых, что то, что с вами произошло, ээээ, может произойти с каждым, ээээ, эээ, то есть, я не думаю, что, есть какая-то, эээ, уникальность, ээээ, эээ, события, которые, ну, которые вы, в данном случае, пожелали, пожелали, оставить за скобками, да, и это ваше полное право, ээээ, эээ, ни в коем случае не, не, не хочу, чтобы вы подумали, что я обесцениваю, эээээ, значимость этого события, лично для вас, не помню, но я говорю о том, ээээ, что это событие, не является чем-то уникальным, и страшно здесь, ээээ, для вас, пожалуй, не то, что, вы, например, эээ, оказались, ээээ, ну, вот, эээээ, перед лицом опыта, который вам не понравился, а то, что вы, ээээ, во-первых, не знаете, как обратиться с чувствами, которые у вас этот опыт вызвал, то есть вот, если, к примеру, вы испытали страх, если вы, к примеру, испытали что-то еще, вот, то как вы обратились с этими чувствами, то есть говорили ли вы о них, например, да, делились ли вы, ну, с кем-то своими переживаниями по этому поводу, или вы, в общем и целом, справляетесь с этим одна, то есть вот, тут очень важный момент именно в этом. Следующий момент, это, вероятно, некое такое ощущение, исходящее от вас в контексте вашей беззащитности и беспомощности, то есть это неуверенность в контексте необходимости себя защищать. Когда человек, например, не чувствует, что он достоин, или когда человек, например, сомневается в своей ценности, вот, ну, очень часто такая история и происходит, потому что человек, например, недостаточно, допустим, хорошо защищает, именно по причине, именно по причине того, что, ну, не верит в свою ценность, не чувствует себя, вот. Ну, то же самое касается и заботы о себе, если человек не чувствует ценность свою, вот, то заботиться о себе, конечно, ну, скажем так, нелегко, да, вот. А плюс совсем прям, прям скажем, эээ, фло, эээ, фло, эээ, флот, 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 вот. То есть это такой момент, на который бы как-то хотелось обратить ваше внимание, конечно. Вот, поэтому в данном случае есть такое чувство, есть такое ощущение, что много у вас боли, много у вас эмоций негативных, оставшихся из вашего, так скажем, прошлого опыта, и это все на вас, конечно, вот влияет, влияет довольно сильно, вот, поэтому я бы, вот, конечно, рекомендовал бы вам здесь, значит, вот психотерапию, да, вот, я бы рекомендовал вам индивидуальную работу. И ваш вопрос в конце. Он, конечно же, немножечко странный, он вызывает вопросы, как это вот мне парадоксально бы звучало, исходя из того, что я говорю, да, но, правда, вызывают вопросы, то есть вы спрашиваете нас о том, что носить. Вот, ну, я думаю, что вам самой это решат, и я думаю, что вы видите противоречие, что с одной стороны вы не хотите брать деньги, а с другой стороны вам хочется, там, носить платье и прочее, 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 вот, то есть, это нормально, что вы хотите быть, вот, ну, более, более женственными, например, да, вот, но вы как будто бы, вот, в чем основная беда, вы чувствуете себя недостойной, нет. Вот, и я всегда возникаю такой вот вопрос. То есть, опять же, практичность и удобство следует отличать от обесценивания, да, это совершенно разные моменты опыта, вот, то есть, когда, ну, например, я забочусь, да, когда я забочусь о, там, допустим, моменте, ну, о практичности, к примеру, это одно, когда я забочусь о практичности, когда я забочусь об удобстве, это одно, один момент, и когда я обесцениваю, а внешне это часто выглядит, вот, как одно и то же, это другой момент, и вам, вот, конечно, крайне желательно бы научиться эти вещи разграничиваться, потому что, чтоб вы не путались. сформировать свое желание, потребности, ну, скажем так, ценности, ценности, вот, приоритеты, это то, что сделать вам необходим, на данный момент, вот, и во всем этом вам может помочь психолог, поэтому обращайтесь, будем рады вам оказать помощь, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, сформулировать основные постулаты для психотерапии, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok